Вперёд, Россия! Пускай бывает трудно, но мы не устаём, и запросто рекорды бьём! Наступил торжественный момент в год 90-летия Ленинградской области и 90-летия Кингисепского района и 16-летия компании Еврохим. Мы открываем ещё один объект спорта, который распахнул двери для всех любителей здорового образа жизни. Это стало возможным благодаря слаженной работе администрации Кингисепского района, компании Еврохим, промышленной группы Фосфорит и, конечно, строителям. Уважаемые кингисепцы, добрый день, наши дорогие дети, наши спортсмены, будущие чемпионы. Сегодня в Кингисеппе на самом деле большой праздник. За плечами у нас была открыта ледовая арена, которую мы построили вместе с компанией Еврохим, вместе с Ленинградской областью и Министерством спорта. Этот объект сугубо совместный, администрация Кингисепского района и компания Еврохим решили сделать, чтобы на этом объекте наши дети имели возможность заниматься практически многими видами спорта. Вы сегодня по снаряжению видите, что здесь найдут занятия разные направления, разные виды спорта. Я хочу сказать, что впереди у нас ещё много открытий по спорту и в Кингисеппском районе. В ближайшее время мы откроем до конца ноября месяца более 10 спортивных объектов. Такого масштабного вложения в спорт не было на территории района никогда. И это благодаря усилиям администрации Кингисеппского района, нашим многочисленным спонсорам, которые присутствуют во всех этих объектах, решениям, помощью Совета депутатов и активных граждан нашего города. Помните это, кто это сделал? Владимир Владимирович, большое вам за это спасибо. И самое главное, беречь то, что мы сделали. В добрый путь, наши дорогие спортсмены, мы на вас надеемся, мы всё больше и больше усовершенствуем вашу материально-техническую базу. И мы рассчитываем, что вы ославите и восславите Кингисепп своими спортивными подвигами. В добрый путь. Спасибо всем. Отдельное спасибо. Я хочу выразить генподрядчику на этом объекте, который сегодня работает на фосфорите, на многих объектах Еврохима. И, конечно, компании «Прогресс» в лице Сарафанникова Павла, который ещё раз в очередной раз доказал, что компания работает с высоким качеством в надлежащие сроки. С такими компаниями мы должны и будем выстраивать долгосрочные отношения. Спасибо. Друзья, компания «Еврохим», изначально для себя определив приоритеты, одним из них избрала поддержку детского спорта. И этой традиции мы следуем уже 16 лет, финансируя или участвуя в финансировании различного назначения объектов, но все они так или иначе связаны с детским спортом. Мне очень приятно сегодня передать эту многофункциональную площадку, в которую превратилась, ну, фактически старая хоккейная коробка, в ваше пользование и пожелать вам удачи и успехов в спорте. Спасибо. Ключ вручается воспитанникам хоккейного клуба «Ямбург», нашим юным спортсменам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 10 миллионов рублей вложено. Мы на этом не останавливаемся на следующий год. Я хочу забежать немножко вперед. Только что мы сделали обход. Этот квартал попадает в следующий год полностью в комфортную среду, в программу. Будем продолжать благоустройство. Начнем. Вы видите, что снаружи хоккейные коробки есть некоторые незачеты. И, соответственно, мы на следующий год их все исправим. Здесь будет полная красота. Мы начинаем двигаться по программе комфортная среда. Вы знаете, это первый год. И ежегодно 50 миллионов рублей Кингисепп будет получать еще в ближайшие 4 года на эту программу. Помимо этого, у нас есть собственные деньги, которые мы будем туда добавлять. И, соответственно, мы сейчас будем разрабатывать полностью концепцию благоустройства квартала ограниченного улицей Карла Маркса, улица Жукова, Октябрьский бульвар и Большая Советская. Этот большой квартал мы проанализируем, разделим на зоны. Мы уже начали работу у детско-спортивной школы «Юность» возле Манежа. И намерены этот квартал привести в порядок в ближайшие годы. И мы в следующем году вместе с городом, с районом, то есть это все скоординировано. Это не будет так, что мы будем делать одно город, другое, все в разном. Все будет сделано в едином стиле, в соответствии с мастерспланом, в соответствии с градостроительными планами городскими. Мы начинаем работу со своего квартала. Свой квартал мы считаем, вот четыре дома мы достраиваем, наверное, сдадим четвертый дом, но если не в сентябре, то в октябре. И оттуда начнем благоустройство. И каждый год постепенно, ну дай бог, чтобы все было хорошо в жизни в этой, да, и была такая возможность. И каждый год мы пойдем оттуда, двигаясь в сторону города и объединяя наши усилия. Я думаю, что это, в общем-то, большие будут совместные ресурсы, да. И если так будет, то, ну, лет за семь, восемь нужно вообще город привезти в очень хорошее состояние. И спасибо компании Еврохим, которая нам подарила этот мастер-план, в котором мы учли все эпизоды, всю тактику, стратегию развития города Кингисеппо на ближайшие десятилетия. Лет семь, восемь весь город Кингисеппо будет полностью благоустроен, будут комфортные зоны прогулочные, будут скверы, будет то, что вы увидите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok